У меня такое депрессивное настроение и состояние. Он увидел! Он увидел! Приготовил, Ваня, ну какой красавчик! Ваня пришел подарочек от его тайного Санты, и в ней пришел подарочек от моего тайного Санты. Классный кадр! Круто! А, ребят, забыла вас попросить, если вдруг вы общаетесь с нашим Данилом, вы пока что не показываете ему этот влог и не рассказываете, что мы ему подарим, потому что он не знает, что мы подарим ему на Новый год. У нас приехала бабушка. Это мама Вани. Решили приготовить пиццу с Даней. Ой, повернулся. Да, бабушка. Водичка? Сырый еще. В этом влоге будет очень много вкусных блюд, поэтому приготовьтесь, что вероятно, слюноотделение и желание приготовить что-то дома. Я купила вот такой красивый пергамент. Мы взяли слоеное тесто. Два платочка вот так мы их размазали. На них нанесли томатную пасточку и вот так вот сырочек шух-шух-шух-шух-шух. Весь стертый сыр, который мы натерли вместе с Даниликом. Домашняя паста это, конечно, паста и пицца. Точнее пицца. Это просто всегда очаровательно. Кладем помидорчики вот так вот вжух-шух-шух-шух легким движением руки. Совершенно хаотично, но вместе с тем по-своему гармонично. Что же еще мы положим на эту пиццу? Неожиданно кладем докторскую колбаску. Мы нарезали ее мелким кубиком, а еще мы нарезали такими мелкими штучками-дрючками солями. Чтобы колбаски было побольше, колбаски много не бывает. Одну половиночку пиццы мы решили украсить шампиньонами. Я их предварительно пожарила на сковородочке. И вот так тоже рукой очаровательно шух-шух-шух-шух-шух. Как видите, много шампиньончиков получилось. Такая красота. Сверху все засыпали сыром. Одну часть мы посыпали маслинами, предварительно нарезанными, и поставили в духовочку. Ты снизу снял мне контентик. Я снизу снял мне контентик. А кто заснял весь контент? Я сама. Это тысяча четыре, сто тысяча человек. У нас там мусорка такая здоровая стоит, некрасивая. Потому что-то ты снимаешься сейчас. У меня не радует. Я бы кисло плетой. Приготовил, Вань. Ну какой красавчик. Ну умеешь, могешь. Ну просто джунгл бэлс какой-то. Субтитры подогнал «Симон»! 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 И он прислал, походу, набор из девяти видов чая. Так написано на коробке в Айлдбересе. Я подглядела. Никак не упаковано. Как-то это не праздничное. Знаете ли? Вот. А мой Санта из чата мам. Надеюсь, что постарался. Коробка очень тяжелая. И пойду за упаковочной бумагой. На самом деле у меня... Я вчера была на встрече с моей подружечкой. Чудесная Аленочка. Передаю ей здесь приветы. И я поняла, что у меня такое депрессивное настроение и состояние. Я не могу полноценно радоваться происходящему. Потому что внутри у меня, если честно, грустинка. У меня были какие-то свои собственные... Так, ребят, сейчас и пойду. У меня были определенные ожидания по поводу Нового Года. Там дальше у меня день рождения третьего часа. И я себе это как-то представляла прекрасно, как всегда. Ой, всегда Новый Год. Отмечаю на какой-нибудь базе отдыха. С друзьями или сами по себе. И у меня такие же были ожидания в этом году. Но, к большому сожалению, немножечко финансовая история отвела. И, в общем, буквально в ближайшие дни решается. Либо мы сможем все-таки отметить, как мы любим, как мы привыкли, как я хотела. Или мы будем дома. Соответственно, и с моим днем рождения так же. Но из-за того, что это вот немножечко вот так шатковалка и не так, как я хотела, меня это сильно коробит. То есть я внутри понимаю, что, блин, ну что-то не то. Ничего с собой поделать не могу. Такая вот грустная, оказывается, у меня настроение. И даже всякие новогодние вот эти штучки, они, конечно, немножко его поднимают. Но потом я опять задумываюсь о том, что все немножечко не так, как мне хотелось бы. Надеюсь, что в новом году я определюсь с тем, чем мне хотелось бы заниматься. И эта история будет мне приносить бюджеты, которые позволят реализовывать все мои хотелки. Ну, а пока как есть. Так, я взяла ложечек. Я перешила с вами открыть посылку. Мне, конечно, больше всего интересно, что прислала мне Таня Санта. Я вам еще хотела показать. Но перед тем, как мы это откроем, сохраняю интригу потрясающую. Я хотела показать, что мы будем дарить на Новый год Данилу. Подарки на Новый год ребенку – это интересный предмет, потому что я осознала, что мы ребенку подарки дали несколько раз в месяц. Это неизбежно. То, что нужно купить. То я увидела новую книжечку, да, к слову. Вот сейчас это не подарки, да, это просто рядовые книжечки. Я заказала, кстати, успешненько за 200 рублей каждый из них на Белгорице. Чики Блики очень нам понравилось про Новый год. Это Снеговик, еще одна из серий книжка. И это, кстати, Соклевер, вот такой зайчонок хочет домой. Не стала открывать, хочу. Данилик, да, это правда? Не всегда сам открывает, но все же, да. То есть помимо того, что книжки, наклейки, игрушки – это стало таким естественным, буквально ежемесячной покупкой. Мне кажется, у текущих детей, да, у них отсутствует понимание и контраст подарков и радости от них, потому что, так или иначе, дети получают гораздо больше подарков в течение месяца вообще без привязки к какой-то праздник. С одной стороны, это очень круто и хорошо, но с другой стороны, когда наступает праздник, ты понимаешь, что что-то нужно подарить, да. Вопрос там даже не идет про масштаб, потому что если что-то мне понравилось, какая-то игрушка или еще что-то, я не привязываю к празднику, а просто покупаю своего ребенка. Вот. Мне кажется, у нас было немножечко иначе, все-таки там Новый год какой-то праздник посчитал, что вот это отличный повод для того, чтобы подарить что-то крупное. В общем, что вы думаете на этот счет, не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне правда интересно, как вы к этому относитесь, к тому, что вот история с праздниками для современных детей, она вот такая размазанная. Мы с мужем как-то еще обсуждали по поводу тортиков. По факту торт я сейчас могу съесть каждый день. Кусочек торта купить, это прям доступно, это совершенно адекватная, совершенно другая реальность, да. То есть для того, чтобы купить тортик и насладиться, мне не нужно ждать дня рождения услуга. Соответственно, тортик на день рождения, это становится, ну, не каким-то там мощным атрибутом, ну, а, не знаю, ну, нет в этом какой-то праздничности. То же самое, что с салатом оливье или еще с чем-то, я и сделать его могу, и купить в любой день, да, хоть летом, хоть весной, хоть осенью. И опять нет того очарования, которое было раньше от этой еды, которую мы получали в определенные праздники. Тоже интересная геномия. А также, господа, слушай, разболтухалась. Феноменальный набор, который развивает трудолюбие, ответственность и любовь к чистоте. Ведро, распылитель, швабра. Я вот единственное думаю, как туда вошла швабра и веник. Каким образом оно вошло, вот в эту маленькую коробочку. В общем, перчатки, губка. У Данилла открылась нереальная любовь к уборке. Он очень любит протирать поверхности. Он просто обожает швабру. Он просто обожает пылесос. И последний игровой, в которых мы были, он прям разыскивает веничек и ходит подметает. Очень чистоплотный парень. Я думаю, что он вот этот набор, оценит. Я единственная надеюсь, что эти 7 предметов, они не размера вот такого. Потому что я предполагала, что там будет швабра и метелочка. Я думала, что это будет длинная коробка. И очень удивилась, когда увидела квадрат. В общем, эту историю нужно будет руковать. Да, у нас вот упокровочные бумажки приехали. И еще там же в игровой... Ой, какая коробка страшная. Ёпай, розетка подвитая. Там же в игровой мы увидели вот этот набор Лео Дупла. Ему очень понравился и Слон, и Жират. А, ребят, забыла вас попросить, если вдруг вы общаетесь с нашим Данилом, вы пока что не показываете ему этот влог и не рассказываете, что мы ему подарим. Потому что он не знает, что мы подарим ему на Новый год. Благо, ему год и девять месяцев, пока это еще нормальная история. Да, то есть, эта шутка такая, очень смешной юмор. К слову, да, ему очень сильно понравились вот этот, именно этот слоненок и именно этот жирафик из Лео Дупла. И она тоже такая аккуратненькая коробочка. В общем, к этому я добавлю еще книжку одну, и такой будет подарок у ребенка, думаю, год. Надо их упаковать. Конечно, к каждому индивидуально хочешь. А, еще Даня приехала пижама. Это, опять же, не на праздник, это просто. Из всех пижам человек вырос, а здесь, ой, ну роскошь. Просто роскошь. Просто роскошь. Главное, чтобы был бам. Спрашиваю человека, Дед Мороз тебе что купит? Бам, бам. К слову, да, я заказала Дед Мороз к нам домой. К нам 31 декабря с утра приедет Дед Мороз со снегурочкой. На 30 минут программа. Вот, с 9 до 12. Если вдруг мы куда-то поедем, на что я очень сильно рассчитываю, но есть риск, что этого не случится. Если поедем, мы этот визит перенесем. А так пока планируем, что 31 у нас будет в гостях Дед Мороз со снегурочкой. Конечно же, обязательно я сниму какой-нибудь теплый и ушебный контент с нашим новогодним праздником для вас, для тебя лично на Ютюбе. И, конечно же, если вдруг ты еще не поставил лайк этому видео или не подписался, пожалуйста, нажми колокольчик и сердечко. Для тебя это будет просто одна секунда, а для меня это будет возможность, чтобы мой канал увидели как можно больше людей, приобщились к нам, чтобы мы подружились, стали одной большой семьей. Для меня это, правда, очень ценно и важно. Спасибо тебе большое. Мы приготовили вкуснейшее Орза в сливочно-томатном соусе с морепродуктами. На сковородочке обжарили чеснок, лук, добавили креветки. Взяла их, кстати, по вкусвеле. И сюда же добавила баночку помидоров, чвери в собственном соку. Параллельно у меня варится лапша, которая называется Орза. Такие висенки, очень прикольные. Варится быстро, буквально 7-8 минут. Потом в соус я добавила 30% сливки. Затем, как вы видите, здесь уже появилась Орза. Как только она отварилась, я добавила сюда же его в соус сливочно-томатный. Собственно, и все. Сюда же еще пармезан. Очень вкусно, рекомендую. Вот это насыпало снежочку. Циклон, Ваня, ты прекращай шалить. Ну все, я ушел. Куда? Отдыхать. Отшалился. Отшалился. А ребенок у вас почему на руках? Это плоды моей. Любви? Шалости ранней. Идущей. Давно ты не шалил, Ванюшка? На что не намекаем, кстати. Это маска для лица. Очень красиво. Най, красиво, мама? Красиво? Красиво сказал? Да, он сказал, да-да-да. Ну я тоже так сговорил. Маме, 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 маме. Нючка, расскажите, что происходит. Почему мы должны вот с этим сталкиваться? Ну вот смотри на маму. Потому что стресс это жизнь. Это рост. Кризис это рост. Кризис, кризис, кризис это рост. Жизнь боль. У меня леса все высохло уже. Это что за история? Это история про то, как у меня нет косметических средств полгода. Кеткило и опаковку крыть. Что же Санта мне прислал? Кому вообще интересно эти свежавые? Никому. А вот что прислал мне Санта? Блин, ну давайте интригу подтянем еще. Санта Ваня. Вот здесь просто написано. Набор с чаем промо номер 4. Детя и веселитов чая в комплекте. Ваня сказал, что мне его можно открыть. Ваня играл на работе в Санту. С одним из проектов Ваня сейчас управляющий партнер нескольких компаний. И вот одна из них занимается созданием бизнес-клубов, созданием, не только бизнес-клубов, просто клубов, сообществ при бренде. Каком-нибудь, ну или личном бренде. Да, то есть, если вдруг вам нужно комьюнити, то вы тоже можете обратиться. А, смотрите, как красиво. Коллекция премиального чая. Ваня, только не говорите, что я заглядывала вовнутрь. Красиво. Вы посмотрите, как красиво выглядит. Похоже, на галвере все такую штучку просто выписали. Брызги шампанского. Вишня с ромом. Оптимист. Оптимист это для Вани. Он у меня настоящий оптимист с ягодами Годжи. Представляете? Блин, классно. Мне понравилось брызги шампанского названия. С чабрецом. Молочный улун. Смелись, не надо. Ну нет, брызги шампанского. Это самое классное. Черный чай, брызги шампанского. Крутяк. Не знаю, фокусируется у вас или нет. Не здорово. Ване такой подарочек оставим. Привет, подарок. На улицу выйти. Даня, придумщик какой. Классный кадр. Круто? Посмотришь, да, сходишь? Ну давай. А, мама снимает тоже. Ну понятно. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В 2014 году Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Разр Low BDorzok И был последний заезд, а 20 января мы встретились с Ваней, мой последний заезд, когда я ездила уже как турист, а не как организатор. И вот после того, как я встретилась с Ваней, ни разу больше мы не катались на стауборде. Все в мечтах было съездить куда-нибудь в Куршавель. Но пока мы съездили... Ладно, не буду о грустном никуда, мы не съездили, к сожалению, чтобы покатать. И да, ребята будут катать в Питере, под Питером. Я тоже бы очень хотела, но, к сожалению, не в этом году не получится. У нас еще Данила очень плохо переносит дорогу на автомобиле, его сильно укачивает. И не хотелось создавать стресс для ребенка. Ну, когда стресс для ребенка, для тебя это тоже огромный стресс. Поэтому в этом году мой пас от встречания с ребятами. Но я подумала, что хотелось бы с ними встретить... Еще раз отметить, как Новый год, но вот просто в домашней атмосфере тоже наготовить чего-нибудь супер вкусненького. Если вдруг мы поедем, если вдруг мы вонем куда-нибудь в такую базу отдыха, то тогда это останется, может быть, вариант на празднование Нового года с друзьями. Блин, ребят, я очень счастлива. Мне кажется, что это лучший подарок, правда. Спасибо огромное, мой Таня Санта. Если ты это смотришь, мам Юль, кайфуй. Я очень надеюсь, что 2024 год мне подарит очень многое. И вам, всем, кто смотрит этот мод. Новинка сезона. Мы теперь дома живем не одни. Помимо того, что к нам приходит няня, у нас приехала бабушка. Это мама Вани. У нее удивительная, феноменальная история жизни. Она преподаватель французского. И она родом из Мундебаша, из небольшого села неподалеку от Шерегеша. Думаю, что Шерегеш, горнолыжный курорт многим знаком. Мундебаш, наверное, не так знаком. Но когда люди едут в Шерегеш, они обязательно проезжают Мундебаш. Это очень маленький поселочек, любопытно расположенный на горе. Там такие забавные переходы. Чтобы в центр прийти, надо в гору идти. Мы там были. Там живет до сих пор дедушка. Жив, дай бог здоровья. И она оттуда родом. И благодаря ICQ Ваня нашел ей человека по переписке на французском. Они общались с несколькими людьми. По определенным параметрам искали. Кто помнит, что такое ICQ? Поставьте лайки, напишите в комментариях. Социальные сети из прошлого. И раньше было модно знакомиться в Аське. Просто с незнакомыми, рандомными людьми. И так получилось, что из тех людей, которые ребята выбрали, Ваня выбрал маме для переписки на французском, там оказался ее будущий муж. Держи, глади, вот уже 25 лет, по-моему, живет во Франции. В небольшом городке неподалеку от Парижа. Мы должны были полететь в Париж к ним в гости потрясающей весной 2020 года. На апрель, по-моему, у нас были куплены билеты. Но, как вы помните, произошла пандемия. Мы остались в Москве. Наш первый переезд в Москву. И первый полет в Париж. Ваня постоянно раньше был на новогодних праздниках у нее. А в этом году она прилетела к нам и дальше полетит в Сибирь. Я думала, что я вам сниму какой-нибудь контент с Надеждой Николаевны, но я поняла, что мне неловко ее снимать. Если со своей мамой у меня не возникает вопросов, то определенный пиетет по отношению к свекрови у меня есть. Вы меня простите. Я, конечно, попросила маме, говорю, Ваня, если у тебя есть возможность поснимать маму, ты поснимай. Потому что мне кажется, это немножко неловко. Он тоже взрослый человек, и, может, она не хочет, или ракурс неудачный, или еще что-то. Поэтому я вам буду про нее рассказывать. А Ваня, может быть, что-то покажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова